Сейчас мы будем смотреть ролик, который называется «Где кончается Нихель-Пихель и начинается Ника Водвуд». Так, у Нихель-Пихель раздвоение личности. Смотрим. Но, с другой стороны, может быть, она сейчас будет пытаться абстрагироваться от вот этих квазифашистских взглядов, которые она навязывает, и, типа, говорить о том, что, типа, нет, это не моё мнение на самом деле. Как бы, Нихель-Пихель — это персонаж, она вышла из-под контроля. Я её не контролирую. Это она несёт какую-то хуйню. А у меня взгляды не настолько людоедские. Так, мем в том, что для Ники травлей является всё. Даже если ты просто указала на её проёб, всё, пиздоролю, ты её травишь. А что? А у неё вообще-то менталочка. Так, в общем, у Ники менталочка. Делать ей смерти отвратительно. Так делать нельзя. Нельзя, но и оправдывать её, и защищать тоже глупо, ибо человек Рил проебался везде. Очень странная, странная риторика, и странная... Не, по поводу травли, но зачем Нихель-Пихель спровоцировала травлю Алину Самойловой тогда, если она против травли? Или, или, когда травят феминисток, это травля, а когда травят нефеминисток, это праведный гнев. Здорово, отец. Ну чё, случилось. Я опять вовлеклась туда, куда меня вовлекаться никто не просил, и сделал это хуёво. А М написал трет в Твиттере про проблематичные действия Джоан Роллинг и про разные дискриминационные... Проблематичные действия Джоан Роллинг. Ну, короче, они с позиции феминизма третьей волны засирают Джоан Роллинг, которая оказалась феминисткой второй волны. Типа, трансфобия, вся хуйня. То есть для Джоан Роллинг женщины это только те, у кого есть вагины. То есть у неё устаревший подход. Коды в её произведениях. Так. На какой-то твит ответила Саша Фильштейн про то, что да, ещё там вот есть юдофобия. Блядь, какие же божественные у них фамилии у всех. И партийные клички. То есть это буквально как будто, знаете, революционеры вот с начала 20 века. И А.М. такой, о, да, круто, расскажи об этом побольше, можешь прислать побольше инфы. Саша прислала, и нормально мы все обсуждали, что есть некие дискриминационные образы и культурные коды в произведении. Да, блин, и прикольно, интересно. Хотя, может быть, и не так сильно интересно, потому что на Западе это обсуждали уже полпутич лет назад. Ну, конечно же, набежала куча людей, которые стали над этим всем ржать, угорать. Ну, прогрессивные культурные тренды, они до России доходят с опозданием в полвека. Типа, привыкайте. И издеваться над Сашей за то, что он вообще brought it up. Что, типа, нет, нихуя, такой проблемы нет, ха-ха-ха-ха-ха-ха, вы тут видите... Бля, реально, вот им скучно и нечем заняться, по всей видимости. Вот проблема людей, у которых слишком много свободного времени. То есть они, блядь, посрались из-за какого-то говна в интернете, и в итоге это становится важной социальной проблемой, которую нужно выставить на публичное обсуждение. Ну, короче, то, чего нет. Так, вот. И это ушло из этого треда вообще во внешний твиттер, и просто все, нахуй, начали издеваться над людьми, которые видят юдофобию в образах, которые присутствуют в произведениях роулинга. И просто даже тысяч... Роулинг-антисемитка. И многотыщнички... Вспомните образы вот этих вот, блядь, носатых банкиров. Это же типичный антисемитизм. Все начали над этим измываться, изгаляться, и это длилось несколько дней. Не может же быть такого, что у Роулинг какие-то проблематичные культурные коды в произведении. И на Сашу стали буквально все подряд прыгать, и среди людей, которые над этим всем шутили, был Денис Чужой. Которые, насколько я теперь... Короче, Джоан Роулинг недостаточно последовательно в интенсификации процессов культурной мутации. То есть на ее книжках воспитывают детей, воспитывают новые поколения, а она даже не разделяет взгляды современной гендерной теории. То есть просто... Просто возмутительно. Как бы не одобряем. Не знаю. Уже не знал, кто такая Саша, что он просто увидел, что все это обсуждают из-за вот этой ситуации. И присоединился к этому всему, запостив шутку. Типа, такую шутку, которая поддерживает угарание над людьми, которые видят юдафобию в произведении Хроулинг. Типа он, как я поняла, из тех людей, которые считают, что это абсурд. Что типа, о-ло-ло, давайте над этим всем ржать. Ну, и Саша пришла ко мне в личку за поддержкой и написала, что вот, смотри, даже чужой написал про это. И я, капец, как за нее рассердилась и пошла и написала ему такой, типа, хлесткий реплай. Их война. Короче, я имела в виду, что типа, хули ты прыгаешь на евреек за то, что они разговаривают про юдафобию в произведениях. И это был абсолютно неконструктивный реплай, просто такой, типа, ма-ла-ла. После чего я как-то немножечко собралась, взяла себя в руки и написала чуть более конструктивно трет в Твиттере про то, что типа, вот, дискриминируемые группы, они имеют полное право поднимать проблемы, наличие дискриминации в разных аспектах культуры и не знаю. Так, а где у нас евреев дискриминируют? В частях общества. И если мы не видим ту проблему, о которой они говорят, то надо бы, наверное, пойти и как-то почитать, чтобы какую-то дополнительную информацию получить для того, чтобы вот эту дополнительную оптику себе на глаза надеть и увидеть эту проблему. Либо пройти нахуй мимо, потому что это, как бы, это их дело. Это типа супер важно для них. Зачем просто... Так, Николай Островский пишет, я заказал трек, я же его пропустили. Какой трек? Что там было, Николай Островский? Просто у нас, как бы, не все треки еще отзвучали. На мусс-паузу. То есть мы не все отслушали еще. У нас еще будет музыкальная пауза. Но ты можешь в чате написать, типа, что именно, что за композиция. Нет, этого нет. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Смешно, что вы видите здесь это. What? Так, окей, это все звучит как очень интересная тема для разговора. Да. Какого хуя это превратилось в какой-то шит-сторм, ебаный? Почему твоя бывшая коллега Надя пишет какие-то посты про матрас? Почему Алена Гаджикова опять что-то пишет? Что вообще? Почему все так обсуждают это? Ну, шит-сторм начался. Потому что Денис Учужова решил поддержать Даня Поперечный. Он просто спиной, грудью своей. Бля, это комик какой-то. Я про него от Хованского слышал. Заслонил бедного Дениса Учужова и стал писать просто кучу твитов про то, что типа Ника, обращаюсь к тебе. Хочу с тобой поговорить. А ты вот так считаешь. И вот так считаешь. Он увидел, что у меня закрыт твиттер. Что я не вижу то, что он пишет. Но я бы так-так не видела, потому что он, по-моему, у меня в бьюти. И они, конечно же, стали все вместе с его... Да, ты настолько не видишь, что он пишет, что даже, блядь, выводишь это на экран в своем ролике на ютубе. 1.2 миллиона фолловерами издеваться над тем фактом, что у меня закрыт твиттер. И, конечно же, поскольку это, блядь, проникся биксель все, и поскольку ее твиты скрыты, давайте еще обсуждать, как она всех банит, какая она ебанутая. Ну, короче, просто начался хейт. Просто... Да, это не так. Ну, самый настоящий. 1.2 миллиона человек читают Даню. Он набирает по 15 тысяч лайков под твитом, просто вот так. Короче, началась адская хуйня, которую я увидела, и мне стало очень-очень хуёво. И... Стремно. И, увидев твиты из серии «Ника, давай поговорим», я написала Дане в личку, такая, «Чё, хочешь поговорить? Давай!» И написала ему в личку, что он злой и тупой. Хотя тупой это и блин, но... Вот... Видимо, мне очень нужна эта конструкция, чтобы как-то deal with this fucking shit. Я написала ему в личку, да, всё, что я о нём думаю, и потом выложила это в свой закрытый двиттер, типа, в своё сообщение. И потом я выложила, как он мне ответил. И ответил он мне как-то нарочито, вежливо, как, типа, такой на белом коне рыцарь. «Ух-ху, this is not a surprise discussion». Понятно. Он вовлекается в ситуацию, которая его абсолютно не касается, тем, как ты, и начинает угорать надо мной на 1.2 миллиона человек. Да. Бля, безумно интересно. Просто, просто пиздец невероятно. Нужно ей школа трупов прочитать. Пизда в подвал провалится. Да, спасибо. Спасибо, Павел С. Не, ей нужно прочитать «Осиную фабрику» Юна Бэнкс. Отличная книга. Это хуёно. Я считаю, что в вакууме вся эта история про меня и поперечного. Это история про двух человек, которые вовлеклись во что-то, что их мне касается. И они просто вовлеклись, они ещё и поставили себя на место людей, которые непосредственно в этой ситуации участвуют. Даже если они тоже так косвенно связаны, что типа Денис Чужой не напрямую про Сашу писал. Я смотрю на Сашу и ставлю себя на её место, потому что я была на её месте неоднократно. И... Блядь, я не знаю всех этих людей, но я уже, блядь, презираю всеми фибрами своей души, блядь, эту тусовку. Она моя подруга, и я сразу такая... А поперечный, видимо, ставит себя на место Чужого. Блядь, идите все нахуй просто. Все вместе, блядь, соберитесь и идите нахуй. Вместе с Поперечным, блядь, с Каццами, Шаццами, Альбаццами, вот всё вот куда-нибудь подальше. И вот это замещение, это уже зыбкая хуйня. Но если возвращаться наверх, то это всё, блин, про критику... Покиньте моё информационное пространство. Дискриминационных тропов у Роули. И если эти, блин, два чувака не видят наличие проблемы и наличие дискриминации у Роулинг в книгах, ну лучше бы просто... Блядь, вы это проблема. Молчали. Я бы это тоже. А по поводу Роулинга, блядь, нехуй читать её книги. Как бы... Книги говно. Промолчала. Ну, Ник, ты описываешь какой-то идеальный мир, в котором нет дискриминации, в котором активистки могут на неё не реагировать, а целыми днями лепить ежей с пластилина. Это я шила вообще-то. Поэтому смысла вот так это обсуждать нет. Есть смысл обсуждать то, как активисткам нужно... Что плохого в том, чтобы лепить ежей с пластилина? ...реагировать на такие ситуации. Активисткам? Как мне надо реагировать на эти ситуации? Угу. А как ты хочешь реагировать на эти ситуации? По-разному. Я хочу, блин, конструктивно уметь реагировать. Я хочу уметь выдать какой-нибудь тред, в котором всё супер понятно, объяснено, без переходов на личности и просто вот круто рассказано очень, что люди прочитают и всё поймут. Я хочу уметь писать... Да, и поймут, что ебануты. ...в личку. И твои взгляды это квазифашистское говно. Где вместо евреев и негров белые гетеросексуальные мужчины. Так, чтобы мы реально нормально поразговаривали, опять же, без каких-то срачей. И чтобы человек реально понял меня, а я его. И чтобы мы ушли из этого всего новыми, более лучшими людьми. Но не только! Невозможно всегда быть в рабочем состоянии. Иногда хочется послать нахуй. И мне кажется, я имею право так делать. Я имею право чувствовать эмоции и злиться. И иногда что-то такое говорить. Не как активистка, а как просто частный человек. Так, окей, погоди. Это разве не одно и то же? Нет, оказывается. Оказывается, нет. А как же лично это политическое? Ну вот, вот именно эта фраза мне так... Лично это политическое? Это, блядь, что... Это какой-то... Какой-то неомарксистский тейк, видимо. Сильно мешало понять то, что я хочу сейчас сказать. Я уже полтора... Я уже полтора года на терапии занимаюсь этой темой. И я помню... На терапии, блядь. По-моему, нужно как-то более какие-то сильные препараты, по всей видимости, чтобы они были на этой терапии. Чтобы это все наконец уже остановилось. этот, блядь, просто поток говна, чтобы он как-то, блядь, я не знаю, иссяк. Помню, как в самом начале мой психистребрец меня спросил, Ника, а где твоя работа? А где частная жизнь? Вот, где Ника? А где Никсель Пиксель? И я такая, блин, везде! Везде! И в этом моя фишка! Понимаешь, открой мой инстаграм, и там все! Там и активизм! Там и здравствуйте! Я какаю в туалете! И потом я рисую для НКО, для насилия и нет что-нибудь. И пишу какой-нибудь сложный очень пост, рассуждаю на всякие сложные темы социологические. Она уверена, что она понимает значение понятия активизма вообще в целом. А потом я фотографирую чуничку, а потом я ругаюсь матом и веду себя как дурила. Я вот это все обрисовала и такая вот. Ну, ты ведешь себя как дурила на протяжении всего времени. То есть все, все, что ты описала, это и есть дурила. Быть дурилой. Это все очень важно, потому что это про то, что активизм это часть нашей жизни и типа это нормально заниматься активизмом и заниматься всякими серьезными вопросами и интересоваться серьезными вопросами и феминизмом, будучи самой собой. Типа, что активизм это для всех. Блин, она же глубоко больной человек и она сама это понимает и она страдает от этого. То есть, типа, это бы не было проблемой, если бы она сама от этого не страдала. Но это просто, это что-то совершенно нездоровое, это какая-то патологическая хуйня совершенно. То есть проблема даже не в ее квазифашистских взглядах, проблема вот в самопозиционировании. Это какое-то ебанное сконцентрированное безумие просто. Только для каких-то профессиональных людей. Такое ощущение, что то, как она вообще, какая у нее мимика, то, как она говорит о себе. Такое ощущение, что она много-много лет провела либо в саентологической церкви за какими-то вот тренингами там самоосознания, либо она долгое время занималась трансцендентальной медитацией Шричин Моя, либо она очень много читала марксистскую литературу. То есть, это такое, как бы люди так себя ведут, когда у них какое-то такой посттравматический период после, блядь, того, как они долгое время были в какой-то тоталитарной секте. То есть, и поэтому они не понимают, типа, как им жить вообще, как им общаться с другими людьми, кто они, зачем они. То есть, это просто какой-то, блядь, как будто вот, я не знаю, в ментальном смысле, как будто по человеку бульдозер проехал. У тебя есть серьезные почки, которые в организациях. Вот. Я ему все вот это объясняла, что типа это для всех, и я разная, мы все разные, я хочу все это нормализовывать. Нет, вы все одинаковые. И, блядь, в итоге, это ужасно. Потому что есть мои политические... Это действительно ужасно, блядь. И принципы. Еще хуже, что мне это заказали по очереди с очень высоким коэффициентом. Человек не поленился много-много тысяч рублей потратить, чтобы мы вот эту хуйню смотрели. И теперь я тоже как бы знаю об этом. Лучше бы я не знал этого ничего, лучше бы мне как-то это развидеть, блядь. Лучше бы это не было частью моей жизни, потому что теперь я созерцаю это безумие. Блядь, это все равно, что ты идешь по улице, и приятный солнечный день, и прочее. И тут ты на улице видишь какое-то сбитое, блядь, животное, которое сбили, блядь, автомобилем, и это животное, оно как бы и не мертвое, и не живое, оно в каком-то полудохлом виде, оно, блядь, мучается и бьется в каких-то ебаных конвульсиях. И ты как бы... И ты видишь все это, ты не знаешь, что делать в этой ситуации, как бы. Потому что это все на твоих глазах происходит, но ты не хотел, чтобы это происходило на твоих глазах. Ты не хотел этого видеть, ты не хотел, чтобы это было частью твоего опыта. Вот у меня буквально сейчас такие эмоции То есть когда я вижу вот эти, блядь, ебаные конвульсии Вот эти, блядь, какую-то попытку отрефлексировать Вот ее жизненный путь и прочее Это как будто бы я, вот стоя на дороге Видел какое-то сбитое животное, нахуй И которое мучается Которое, блядь, раздавлено И, ну, это неприятное ощущение на самом деле Идеалы, мои принципы работы Там, про недопустимую трансфобию и феминизме Про горизонтальность, про бережную критику Про то, что канцелинг давно и... Бессмысленный набор культурных фантомов Просто, просто, как бы, мозги промытые левой социологией Нужно нам всем меняться в... Квази-религиозный бред Лучшую сторону Вот это все, это никсель-пиксель Это все очень важно Да, охуенно ты изменилась в лучшую сторону Под воздействием своих глядов Это мои принципы работы Это основа... Это знаете, это как в этой сцена в фильме Американская история Никс Икс Когда этот негр приходит в тюрьму В лазарет, короче, к скинхеду Которого выебали в жопу другие скинхеды И этот скинхед, он лежит на животе Потому что он не может лежать на спине Потому что у него жопа в клочья разорвана На британский флаг И негр подходит к нему и спрашивает, что Вот у тебя были идеалы У тебя были убеждения Но сделали ли... Сделали ли тебя эти идеалы счастливее? Спрашивает он у скинхеда Которому другие скинхеды разорвали жопу Вот то же самое можно было бы спросить у них Ильпихель Как бы вот у тебя есть охуительные взгляды И убеждения Сделали ли они тебя счастливей? Такое ощущение, что все вот эти идеологии Это просто, знаете что Это некая медленная Медленный суицид Для людей, которым слишком страшно Совершить вот быстрое самоубийство То есть это такое самоубийство Очень сильно протяженное во времени То есть они специально избирают себе Максимально дегенеративные Максимально безумные Максимально идиотские И максимально там самодеструктивные Формы мировоззрения Для того, чтобы следуя им Постепенно убивать себя То есть это вот как Как жизнь наркомана героинового Который постепенно повышает дозу Или еще что-то То есть это Это ужасно на самом деле Это страшная нездоровая хуйня Господи, остановитесь Прекратите Хотя, черт побери Это ваша жизнь Окей, ладно Но перестаньте засорять этим Информационное пространство Потому что вы эти бациллы Блять, безумие Вы распространяете вовне Остановитесь И кто-нибудь отключите ей интернет А есть Моя депрессия Мое плохое настроение Мое Ты мне нравишься Ты мне не нравишься Мои подружки и друзья Не знаю Нога болит Не покакала Желание панча Терф Желание панча Нации Желание написать Денису Чужому Какой-нибудь хлесткий Саркастичный реплай Вместо чего-то конструкции Панча Нации? Тут твоя проблема Не в нации Типа вот есть Ника Она лежит усталая И кушает арбузик И такая Здравствуйте Я в какой-то туалете Оп Денис Чужой Напрыгнул на Сашу Фельдштейн Сейчас я как подруга За подругу Ему ёбный реплайчик И потом Когда поперечный за него Заступается То я пишу поперечному в личку Что ты злой, тупой Иди нахуй Отъебись от меня И делаю скрин этого И сливаю в свой закрытый твиттер Вот что я ему написала И как он мне ответил А потом его подписчики Начинают тыкать меня В мой старый скрин На котором я говорю Что слив переписки Это травля Лицемерный пиздец Да Да